В станице Григорьевской прошёл памятный митинг-реквием, посвящённый партизанке Раисе Толстовой. В мероприятии приняли участие молодые специалисты краснодарского филиала компании «Россети Кубань». Организатором выступил Краснодарский технический колледж. В легендарном советском фильме «О зоре здесь тихие» есть эпизод с зенитчицей Женей Камельковой, уводящей фашистов от своего отряда. Не многие знают, что эта сцена повторяет реальные события, произошедшие осенью 42-го года в Северском районе. Медсестра партизанского отряда красногвардеец Раиса Толстова ценой своей жизни спасла боевых товарищей от верной гибели. Находясь в дозоре, она увидела большую группу фашистских карателей, проникающих в тыл партизанов. Девушка решила во что бы то ни стало спасти боевых товарищей. Крикнув партизанам об опасности, она побежала в противоположную сторону. В догонку ей бросились обманутые гитлеровцы. Будучи тяжело раненой, боец Толстова упала и была схвачена палачами. В 1948 году останки Раисы Толстовой перенесли и захоронили в братской могиле в станице Григорьевской. Почтить память отважной девушки приехал Александр Ряхин, внук комиссара партизанского отряда. Крайне благодарен организаторам, Юрию Альбертовичу, представителям ветеранской организации, общественной палаты, школьникам нашим, которые здесь хранят память. Я очень рад, что в 2019 году было принято решение о призвании имени Раисы Елисейной Толстовой, 11-й школе здесь. Мы часто бываем. После митинга ребята отправились к месту памяти Раисы Толстовой. Александр Ряхин взял с собой боевые карты тех времен и подробно рассказал о боях и линии фронта. Дальше путь партизанки ребята прошли пешком. Несколько километров по лесу, в руках материал для ремонта памятника. И вот он, скромный обелиск Раисы Толстовой, над которым уже несколько лет несут шефства студенты КТК. Мы занимаемся проектом, который называется «Память вспомнит всех по именам». С 2015 года мы решили создать патриотический проект, чтобы ежегодно сюда приходить и совмещать и патриотическое мероприятие, и нарабатывать навыки туристической техники. Патриотический проект объединил более 80 студентов и преподавателей Краснодарского технического колледжа. Факультеты энергетики Кубанского государственного аграрного университета. Представителей краевых общественных организаций, ветеранов и учащихся местной школы. Считаю, что за памятниками и предметами славы Великой Отечественной войны и героев Великой Отечественной войны очень важно ухаживать. Так как этими работами мы показываем, что мы помним и мы гордимся своими героями. Сохранение исторической памяти о борьбе советского народа с фашизмом – это бесценный вклад в патриотическое воспитание молодежи.